Добрый вечер дорогие товарищи, поздравляем всех с началом нового учебного года в университете рабочих корреспондентов фонда рабочей академии. План занятий опубликован на сайте фонда рабочей академии, на сайте РКРП, пожалуйста, знакомьтесь. Видеозаписи, видеолекции размещаются на сайте фонда рабочей академии, на видеоканале фонда рабочей академии и видеоканале РКРП. Итак, сегодня первое занятие, первая лекция, тема материалистическое понимание науки логики Гегеля. Читает лекцию доктор философских наук профессор Михаил Васильевич Попов. Напоминаю, что вопросы задаем в письменной форме, запись на выступление тоже в письменной форме. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Тема сегодня наша очень актуальная. Актуальная она, прежде всего, для тех, кто хочет стать настоящим марксистом и коммунистом. А чтобы стать настоящим марксистом и коммунистом, что нужно сделать? Надо изучать марксизм. А марксизм имеет, как известно, три источника и три составных части. Ну, я хочу сослаться при этом на Энгельса, который говорил, части лишь у трупа. То есть он вообще в таких случаях, когда идет вот такое непосредственно единство каких-нибудь моментов и употреблял это моменты. Потому что вы не можете разорвать такие вещи, как диалектику, политическую теорию, так, научный социализм и политэкономию. Теперь, значит, и в этом деле, в деле изучения марксизма и ленинизма, все просто. Маркса, ну, так сказать, долго считать. Но для того, чтобы его нельзя было исказить и как-то иначе переделать, Маркс постарался. Ну, и Энгельс, который дорабатывал второй и третий том, постарались. Поэтому, скажем, глупости говорят обычно не те люди, которые читали Маркса, а те люди, которые его местами какими-то читали, а в основном в целом не читали. Так что с этим все в порядке. Что касается научного социализма, то благодаря работам Энгельса, развитию социализма от утопии к науке, происхождении семьи, частной собственности, государства, диалектика природы, всё то, что касается вот тех тем, которые брал на себя для освещения Энгельс, ну, просто, так сказать, настолько ясно и точно, и чётко, и красиво, и легко оформлено, что я лично не встречал ни одного человека, который бы сказал, я у Энгельса не понимаю. Значит, что касается ещё одной фигуры, которая к этому имеет прямое отношение, потому что, если мы берём марксизм, и потом вот так ту большую поправку, которую Ленин сделал, когда стал говорить о том, что капитализм вступил в новую стадию, и то, что было верно насчёт революции, что она произойдёт примерно одновременно, в каких-то капиталистических странах, наиболее развитых, этого теперь не может быть, потому что теперь в силу неравномерности развития пролетарская революция может победить вначале только в одной отдельно взятой стране. Причём на эту тему у Ленина написано очень мало, только две работы, но специально написаны. Одна называется «О лозунге Соединённых Штатов Европы», где вот это изложено, что я сказал. И вторая – «Военная программа пролетарской революции». Они очень маленькие, их прочитать ничего не стоит. И в первой говорится о том, что в условиях неравномерности империалистического развития не может быть созревания революционной ситуации сразу в нескольких странах. Это исключено. А во второй работе это же повторяется, ещё и подчёркивается, что поэтому какое-то время победивший пролетариат одной страны должен будет выступать с военной силой для того, чтобы защитить свои революционные завоевания. В нескольких может, во всех. Потом вопрос в письменной форме. Это я говорю о том, что Ленин писал, а вы говорите о том, что вы говорите. Это вам никто не запрещает. Вот. Тем более, что ни в каких нескольких одновременно не было. В нескольких было тогда, когда Советский Союз победил гитлеровскую Германию и практически обеспечил решение всех этих проблем сил и гарантии от реставрации в европейских странах. Так же легко они все посыпались, как только социализм рухнул в Советском Союзе. Поэтому тут ничего такого другого, чтобы это опровергало то, что говорил Ленин, нет. Ну вот, у Ленина всё это понятно написано. Поэтому говорить, что вот я таких тоже людей не встречал, вот люди не знают некоторых положений Ленина, но чтобы кто-нибудь сказал, допустим, вы сказали, а вот что это Ленин такое написал, это непонятно что. Не встречал вот сколько времени, ни вопросов таких не было, ни выступлений таких не было. Насчёт Энгельса тоже. А насчёт Маркса трудно, это да, говорили и говорят. Трудно, потому что надо это разобрать. А Маркс ещё так сделал, чтобы его нельзя было исказить. Поэтому он там все возможные варианты, как его будут искажать, он предусмотрел и заранее там, как говорится, поставил соответствующий предел этому. Следовательно, вопрос изучения марксизма-ленинизма упирается в тот источник, который как бы непосредственно не относится к марксизму-ленинизму. Это тот источник, который называется «Наука логики Гегеля», «Гегелевская диалектика». О нём говорил Ленин. Вот, скажем, его последняя философская работа называется «О значении воинствующего материализма», где он прямо говорит, что все мы должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И все вот эти вопросы, которые у Гегеля рассматриваются, материалистически подкреплять примерами из развития природы и развития человеческого общества. И что, если мы этого не сделаем, не сможем изучить диалектику Гегеля, то мы не сможем устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому, если кто-то удивляется, почему у нас была контрреволюция, то я думаю, что это неправильно удивляться. Ну и написано у Ленина, что если мы это вот не сделаем, то не сможем устоять. Проверяем. Не смогли устоять. Так? Так. Отсюда вывод для нас какой. Значит, дескать, не только в том, что давайте снова готовить социалистическую революцию. Нет, нам надо такую приготовить социалистическую революцию и устоять. Если мы хотим устоять, так надо так и готовить. А готовить надо заранее. Не тогда, когда уже в руках власти уже надо всё делать, а вы ещё сейчас сяду и буду читать. А нужно действовать. Сейчас уже принимать решения, составлять планы, вести борьбу и прочее, прочее, прочее. Ну вот именно поэтому вопрос о изучении идеалектики, поскольку он объявлен всеми уважаемыми нами товарищами и Марксом, и Энгельсом, и Лениным, этот вопрос идеалекции, он ключевой. Почему ключевой? Потому что с остальным всё, так сказать, само собой. Только сиди и читай. А тут вот, скажем, с наукой и логики, тут вот сиди, читай, и непонятно. Тут есть проблемы. Но это проблема, можно сказать, восприятия или непривычки. Потому что, строго говоря, вот к тем философским категориям и тем логическим категориям, которые поднимает, использует Гегель, мы просто не привыкли. Почему? Потому что они где нам это не давали. Ну, я, как всё-таки проработавший немало уже в Институте философии Санкт-Петербургского государства, скажу, что вот если бы не моё там присутствие на этом философском факультете, там бы никто не преподавал бы ни науку и логики, ни науку и логики, ни науку и логики. Никто. Почему? А потому что и нету. Нету. Один был товарищ, который был на философском факультете, он подготовил издание науки и логики, потом уехал в Ленинградскую область, там коней разводил и пропал. Вот такая картина. А в чём дело? А в чём дело в том, что, как бы, некоторые ошибочно думают, нажимают на то, что Гегель идеалист, и раз это связано с тем, что он идеалист, это вот так непонятно. На самом деле непонятно не по этой причине. Не по этой причине, потому что, как говорил Ленин в своих замечаниях по поводу, в конспекте науки и логики Гегеля, тут в этой вот работе идеалиста Гегеля меньше всего идеализма, а больше всего материализма. Прямо написано у Ленина. Другое дело, что и Ленин знал, и мы должны знать, где там материализм, а где фидеализм. Потому что, если мы себе закрываем дорогу к изучению марксизма, а вроде бы хотелось бы обойтись бы как-нибудь без Гегеля, дескать, будем Маркса и Энгельса изучать. Ну, Маркса и Энгельса, они когда стали марксистами, энгельсистами, тогда, как бы, они, так сказать, сначала изучили Гегеля, а потом Фейербаха. А если мы с вами изучили Фейербаха, а не изучили Гегеля, то мы не можем стать марксистами. Никак. Потому что мы тогда не идём той дорогой, которой шли Маркс и Энгельс. Поэтому для них вопрос это не вопрос. Если вы возьмёте, есть такой двухтомник, вот два таких тома, конспект, переписки, переписка Маркса и Энгельса. Там Маркс и Энгельс, каждый раз, когда они там что-то пишут, или обмениваются какими-то сообщениями, они пишут, что вот, что бы сказал по поводу этого старик Гегель каждый раз. Каждый раз. Ну а скажем, непонятная книга есть «Диалексика природы», в которой есть очень понятная часть о роли труда в процессе превращения обезьянов человека. А в целом непонятная книга становится понятной, когда вот ты видишь, что вот все остальные работы, они представляют свое материалистическое дополнение к тому, о чём писал Гегель. Причём не потому, что он критикует Гегеля, потому что Гегель ещё этого не мог знать. Не было ещё таких данных. И вот в это время эти данные стали раскрываться. Поэтому можно сказать, что Гегель действительно написал такую книгу, в которой меньше всего идеализма и больше всего материализма. Хочу это подтвердить на фактах. Вот сколько книг в книге в работе наукологии Гегеля? Три книги. Первые две книги составляют учение об Иссирии. Том первый. Третья книга «Субъективная логика». Вот это последний том. Полегче я его с собой сделал. И именно вот в этом томе есть то, что можно рассматривать. Что тут идеалистического, что материалистического. А в первых двух томах на что вы там находите. Что вы можете там найти идеалистического. Там нет где его искать. Потому что первый том, первая книга как называется «Учение об Иссии». Об Иссии что такое. Вот я хочу привести цитату Энглеса из книги Анти Дюринг. «Действительное единство мира состоит в его материальности». Маркс Энглес «Сочинение том 20 страница 43». «Действительное единство мира состоит в его материальности». Значит, что такое материя? Это то единое, что есть. Бытие. Так вот, и целая книга написана о бытии. Она гораздо толще, чем вот только что я держу в руках. Там она в двух частях. Этот первый том, первая книга «Вчение о бытии». Там все категории ничего общего с каким идеализмом вообще не имеют. Ну, например, бытие, ничто, становление, наличное бытие, определённость, качество, нечто иное, движение нечто иное, и так далее, и так далее. Вот всё, что относится к первому тому, включая и вторую книгу «Учение о сущности». Ну, сущность материи, она, что от этого идеалистической становится, рассматривается сущность бытия, потому что Гегель сначала разобрал бытие, а потом погрузился в сущность этого бытия. Так? Так. Но если он погрузился в сущность бытия, он не взлетел к Богу и к религии, а он, наоборот, опустился внутрь, так сказать, непосредственно внутрь материи. Ну, слово «материи» употребляет он так же редко, как у нас люди обычно говорят о материи, те, кто наукой не занимается. Из какой материи у вас кофточка сшита? Ясное дело, крепкий шин, шерстяная и так далее. И у Гегеля точно так же есть употребление в учении о сущности слова «материя» в этом смысле. А вот Энгельс, вот как раз он настаивал на том, что действительно единство мира состоит в его материальности. Поэтому, а что такое материя? Чем крупнее категория, чем полнее она, чем богаче, тем легче это сформулировать. Материя – то единое, что есть. То, что есть, то и материя. Если вы возьмёте и будете применять такое определение материи, очень простое, материя – это то единое, что есть, раз единство мира состоит в его материальности, то, собственно говоря, первые две книги не требуют никакого перехода с позиции идеализма на позиции материализма. Просто там ничего нет. Ну, с чего начинает Гегель? С того, что есть, так, с бытия. Вот если бы он начал бы с сознания, ну, тогда я понимаю. И там, из этого сознания всё, что из него идёт. Ничего подобного. Поэтому, я думаю, переход Маркса Энгельса на позиции материализма такой лёгкий, сравнительно лёгкий, что, так сказать, почитали они сущность христианства и вроде как Фейербахов убедил. А что, Гегель разубеждал два тома? Они же это всё изучили в первом томе, там сплошной материализм. Берём, там что есть? Книга учения о бытии, а потом сущность этого бытия рассматриваешь. Бытие сущности, то есть сущность как внутренняя для бытия, она что, вот сказать, это движение к сознанию или это углубление в бытие? Конечно, сущность это углубление в бытие, правильно? Мы только вот поверхность будем брать или углубимся в сущность? Я только вот эту книгу буду показывать или открою? Вот я её открою, как раз я её открою в том томе, где есть и то, и другое, где есть и идеализм и материализм, и где поэтому есть непосредственность. Я поставил свою задачу найти у Гегеля идеализм. Но эта задача оказалась не такой сложной. Почему? Потому что вот в этой книге у него такой строгости и стройности, как в первых двух, нету. Почему? Потому что начинается вот с субъективности. Понятие, всеобщее понятие, особенное понятие, казалось бы, с чего бы, вот было бытие, рассматривая сущность этого бытия. И теперь надо уже вести речь о чём? Об объективности. Правильно? Потому что объективность включает в себя и бытие, и сущность. Вот если бы, поэтому, скажем, мы не можем переделывать книгу Гегеля, а вот читать можно в таком порядке. Читаем сначала раздел объективности, там будет механизм, и механический объект, и механический процесс, продукт механического процесса, прямо производство. Абсолютный механизм, центр, заход, закон, переход механизма, потом пошёл химизм, это тоже как можно брать, как химический процесс, переход химизма. А потом вдруг телеология пошла, субъективная цель, средства, выполненная цель, а потом опять жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род, а потом уже идея познания, идея истины, и так далее. Значит, если мы начнём с объективности, а подождём насчёт всяких понятий, будем рассматривать, читать будем так, читать-то нам никто не запрещает в таком порядке. Сначала мы прочитали, как у Гегеля написано, а потом мы можем читать как хотим. Вот если читаем как хотим, как материалисты, как нас призывают, я вот, говорил Ленин, читаю Гегеля материалистически, и мы вслед за Ленин, тоже главное читать Гегеля материалистически. Вот механизм. Так, материализм, материализм. Это первая глава в агрессивности. Потом химизм. Это материализм? Материализм. Потом, после этого, идёт вот там телеология, которая забежала раньше чем надо. А дальше идёт жизнь, живой индивидуум, процесс жизни, род. Это же что? Это чистые материалии. Вот закончили с этой жизнью, когда весь уже род происходит, вот после этого можно переходить к понятиям. Субъективность, понятия, суждения, суждения личного бытия, рефлексии необходимости, суждения понятия, умозаключения и так далее. А после этого переходить уже по существу к тому, что относится не к обычному материализму, а к историческому материализму. Вот раздел глава, телеология, субъективная цель, средство, выполненная цель. Кто цели ставит? Теловек. Субъективная цель. Субъективная цель, поставленная цель, средство. Когда мы видим, какие средства, мы смотрим, в примечаниях у Гегеля написано, вот плуг почти не, чем то зерно, которое с помощью этого плуга достигается. Это что значит? Вот значение средств производства, дескать, это зерна, а не вы их съедаете, то есть они не такие важные, хотя это материальные, конечно, элементы, но вот, а плуг остается, если вы с плугом, вы богатые, если у вас плуга нет, а только зерно, то вы посеете и будете вручную выбирать. То есть это у него, вот это вполне подгодится. И пример, и даже примечание у Гегеля такое есть, что плуг почтеннее, чем те продукты, которые с помощью этого плуга достигаются. Ну это примечание, ну прямо, не знаю, что сказать, хотелось бы его Марксу отнести к Марксу или к Энгельсу или к Ленину, но вот это у Гегеля. Поэтому Гегель, конечно, жил в эпоху, когда его везде окружал идеализм, я могу вам доложить, как человек, который прочитал другие произведения, там читаешь про историю, там чего цари делали, как они воевали, так этим все и определялось. То есть там, конечно, субъективизм страшный, а это действительно книга в ней очень строгая и в ней меньше всего идеализма и больше всего материализма. Если уже идеализм, я вам уже изложил, это вот все эти субъективности, это понятие, осуждение, умозаключение, а дальше, а дальше, если уже субъективная цель, средство, выполненная цель, это уже, можно сказать, относится к процессу производства и процессу труда. Ну и, соответственно, дальше у него есть идея познания, идея истины, в чем состоит познание, идея добра, под добром, что понимается? Преобразование жизни, преобразование природы, преобразование в общество. А что такое абсолютная идея у Гегеля? А это единство. Идея познания и идея борьба, и идея добра. Некоторые, когда говорят о Гегеле, говорят, у него была, так сказать, такая мысль, что есть абсолютная идея, а вот она бродит и все, этому подчиняется, он вот идеалист. Но это относится к другим работам, а мы говорим о конкретной той работе, про которую Ленин написал, что здесь меньше всего идеализма и больше всего материализма. В этой работе абсолютная идея сводится к тому, чтобы преобразовывать мир. Идея познания, идея истины. Что еще надо? И все. И, наконец, завершить надо, да, завершить надо, естественно, абсолютная идея. А в чем состоит абсолютная идея? Абсолютная идея состоит в идее познания, идее добра. Познавать и преобразовывать. Что тут такого, чтобы отличало это от нашего понимания марксизма? Ничего нет такого. Вот поэтому, если вот так поставить дело, понятно, что если человек читает первый раз науку логики, то ему лучше первый раз просто прочитать, потому что, чтобы ориентироваться, а потом, если начнешь переставлять, просто переставлять, потому что посоветовали переставить. Ну а при втором чтении Ну вот уже можно так вот сделать Как я тут говорю Тем более это под запись И вполне каждый, кто хочет, может это сделать Ну а что касается понимания Ну вообще в науке все сложное для понимания Любую науку возьмите Какую не возьмете Математика непонятно, физику непонятно Может мне повезло, потому что я Пять лет занимался только математикой Математико-механический факультет закончил с отличием Но вот мне повезло У нас академик Александров Который был ректором Александром Данилович И известный геометр И он читал лекцию нам в актовом зале нашего университета Когда было время, не как сейчас Сейчас везде давайте пропуска нет, пропуска уходи Любой человек мог прийти в актовый зал и слушать лекции И вот он читал у нас лекции 20 признаков материализма 20 пунктов диалектики у Ленина И я когда решил тоже заняться изучением науки логики Пошел к нему Это вот сейчас трудно к ректору попасть А у нас он ректор, он у нас читал лекции В 318 аудитории Я в перерыв к нему подхожу Он такой бородой Такой грозный Александр Данилович, говорю А вот по какой книге изучать науку логики Гегеля? По конспекту Ленина? Вот так на меня зло посмотрел Зло-зло К какому конспекту? Гегеля надо читать Ну я вот пошел читать Гегеля Поэтому если меня кто просит Как изучать Гегеля? Гегеля надо читать Я могу только повторить И не надо ходить как кот вокруг горячей каши Потому что все ходит как вокруг этой науки логики А без нее значит Никакой научный социализм научным не получается Почему? Потому что у меня нет диалектики И получается научный коммунизм По иронии судьбы Вот у меня докторская степень По теории научного коммунизма Хотя такой науки нету и не было И ее придумал Суслов Это вместо научного социализма А если вы возьмете Маркса, Энгель, Селенин Есть там научный коммунизм? Нет Там есть утопический социализм И научный социализм И все У научного коммунизма До коммунизма еще как до неба Научный коммунизм Ну вот это было сделано для того И сразу нашлись люди Которые стали искать критерии развитого социализма Там 12 критериев, 11 критериев и так далее И поддерживать эту вот ризионистскую чушь Поэтому Вот вопрос Изучения марксизма Он упирается вот в ту проблему Которую мы сегодня рассматриваем И я благодарен организаторам И товарищам из РКРП Которые это организовали И Виктору Ивановичу как руководителю Что мы на этот вопрос А как самим заниматься? Мы на этот вопрос имеем Очень ясный и точный ответ Причем этот ответ Вот в той книжке Которая под моей редакцией выходила Науколойки Там прямо Я выбросил все предисловия Довольно глупые и пустые Которые там были написаны до этого И поставил Книгу Вот Работу Ленина Значение воинствующим материализм И что там сказано? Что если без диалектики Мы не сможем устоять Под напором реакции и лжи И что? А у нас Сильно здорово изучали диалектику Чтобы устоять под напором реакции и лжи Ну это Это отдельные единицы Отдельные единицы И причем их вот Поштучно можно пересчитать Вот такая картина Ну вот С одной стороны Я тут рассказал о сложностях Этого задачи А с другой стороны Задача очень простая Читайте сначала Прочитайте один раз Науколойки Гегеля А потом прочитайте по тому плану Который я вот здесь изложил То есть Вы и сами его Вы видите Начинать надо Конечно не с субъективности Вот вы там У вас же Учения о сущности Были в самом Все это Углубленное Бытие Так надо начинать С чего? С объективности Читайте Второй раз читайте сначала Объективность После объективности Читайте То что относится К К К Жизни Жизнь Живой индивидуум Процесс жизни Род Потом можно Рассмотреть Все эти Субъективности Чтобы ставить Цели Формулировать цели И потом их реализовывать И Наконец Вот идея Познания Идея истины А идея истины И идея добра Они на равных идут Идея истины Это познание А добро Это преобразование мира Добро А это даёт Абсолютную идею Не ту абсолютную идею Которую Как рассказывают Нам В чём Идеалистическая Картина У Гегеля Никакая Она не идеалистическая Речь идёт О преобразовании мира А как преобразовывать Во что преобразовывать Ну это не задача Гегеля Это у Маркса написано У Энгельса написано И они ещё Добавляли Свои формулировки В коммунистическом Манифесте Нет диктатуры Пролетариата А в замечаниях На программу Эрфордскую У Энгельса Есть что Надо написать Диктатуру Пролетариата А они не взяли А у критика Готской программы То же самое Маркс пишет Надо туда добавить Вопрос о диктатуре Пролетариата Ну а Ленин Его уж везде поставил Но он Доблестные Его продолжатели Как только Стали номер Они быстренько Убрали диктатуру Пролетариата И вот теперь Мы здесь собираемся Примерно Как у костра Чтобы заново Разжигать Коммунистический Костер Который Согревает Наши сердца И возможно Так сказать Позволить нам Что сделать Сделать Четвертую Русскую Революцию Кто считает Что он может Сделать Четвертую Русскую Революцию Без Изучения Диалексики Гегеля Я думаю Он наивный человек Это такая Что труднее Сделать революцию Или Прочитать книгу По-моему Мы как сидим Тут хорошо В тепле Светло Достеприимно Нас тут принимают Что еще надо А революция Сами понимаете Не все останутся У живых Что такое революция Все знают Это вооруженная борьба Какая Классов Если борьба Вообще война Это вооруженная борьба Классов Наций Или государства Вот если это война Классов То это революция А если вы так Подготовились к войне Что быстро победили Это бывает Вот как мы победили В семнадцатом году Есть жертвы Октябрьской революции Нету Почему это Не просвещают нас Не хвалят Ну нету Единственная революция Была во всей истории Нет жертв А вот Буржуазная революция В России Пожалуйста Идите там На Марсово поле Там их четыре тысячи Похоронено Это только Похоронено Это меньше Но погибло Тысячи Почти полторы тысячи Поскольку я не участвовал Я в Андрея Здесь Нет Альбом Меньше Но тысячи победили Тысячи Полторы Полторы А в Октябрьскую революцию А в Октябрьскую Я вам Напоминаю Что Хоть нам и показывают В фильме Что вот идет Народ Но на самом деле Там специально Были вызваны Войска Северного фронта Большевистские У нас был Большевистский гарнизон На стороне Большевиков Петроградский гарнизон Поэтому там Вопрос о том Кто победит Как бы И не стоял А группа Во главе С матросом Железняком С левой стороны Зашла Не пошла Вперед Там Между прочим Был развертый госпиталь Она Пошла сбоку Разбила Стекло Имея ввиду Что они все это знали Потому что По просьбе Керенского Когда Просил Керенского Защитить его От Наступления На Петроград Да Вот Значит Они пошли На третий этаж Арестовали Временное правительство После этого Их Отвели В Петропавловскую крепость Ленин По одному Приглашал И Спрашивал Вы Будете воевать Даете честное слово Что будете Не будете воевать Против советской власти Он говорит Даю Отпускаем Даете честное слово Что не будете Отпускаем И всех отпустили И никто не нарушил Это честное слово Никто Вот такая штука И они потом В советское время Вот эти члены Временного правительства Работали на хозяйственной работе На административной работе И никто их за это не пинал Вот такая интересная картина И что Вывод какой Вот те кто А тут Вот мне предстоит Такую запись делать По поводу работы Ленина Память о Парижской коммуне Там такие жертвы были страшные И я думаю Что вот это Ленин на эту тему писал И я думаю Что он Поэтому Старался так Приготовить Все Чтобы И что Быстро начинать надо Именно в это время Чтобы Когда есть возможность Чтобы не было жертв И жертв Не было Не было Вот такая картина Отсюда Такой вывод Что Мы не просто должны призывать Быть марксистами Что надо не Вороться за чистоту А подметать То есть Надо Если Сказал Ленин Что Без изучения Лексики Нельзя стать марксистом Ну Надо сделать Из этого вывод А вывод Очень простой Надо Брать в руки И читать Я По своему опухту Хочу сказать Что все общественные дела При этом Только ускоряются И Все это Облегчается То есть Гегель-то Не облегчается От этого И чтение От этого Не облегчается Но сначала Вот вы будете Непривычный Слог И так далее Непривычные Термины Их редко Кто употребляет Это у Ленина Все понятно У Маркса Уже Менее Все понятно В капитале А у Гегеля Хотя Уже первая Категория Товар Там же две стороны Стоимость И потребительная Стоимость Вот там Противоречие Сразу налицо Из которого Потом все это Разворачивается Наворачивается Вот Какие выводы Можно сделать Если Поставить вопрос О том Как Как изучать Как И зачем Изучать Науку логики Гегеля Или Как выполнить Вот тот Завет Не завещание Когда говорят О завещании Обычно Это всегда касается Каких-то материальных Объектов И денег А Отношения Ленина И партии Исключали Какого-то Рода Завещание О ленинском Завете О ленинском завете Выполнить Ленинский завет Это Вот Изучить эту книгу И руководствоваться этим И использовать ее Во всей нашей практической работе Спасибо Спасибо Поступили вопросы Я могу прочитать Или вы Давайте Читайте Товарищ Малецов Как на основной вопрос Философии Отвечал Гегель То есть Что первично Дух Или материя Тут очень просто Отвечал Первая категория Из которой Начинается Бытие Если он Где-то сидел У кого-то Кто его спрашивал Из начальства Наверное Он там Отвечал Дух И в других книгах Я вот брал Книги Там его Лекции По Философии Истории По истории Философии По истории Философии Интересная книга А вот По философии Истории Ничего там Такого нет Чтобы можно было взять То есть Они По сравнению С наукой Логикой Нет ничего Равного У Гегеля Самого А эта книга Так она Соответствует Тому Что Ленин Сказал В ней Меньше всего Идеализма И больше всего Материализма С чего начинает Вот Прямо отвечаю На вопрос С бытия А с чего Отвечают Начинают Все материалисты С бытия Потому что Действительно Единство мира Состоит в его Материальности Бытие То есть Первый том Это Первая книга Это Бытие Вторая книга Сущность Учение о сущности А сущность Она что Улетает Она здесь что ли Сущность мира Нет Она Она тоже В пути Второй вопрос О лозунге Соединенных Штатов Европы Ленин писал Кавычки Открываются Отсюда Следует Что возможно Победа Социализма Первоначально В немногих Или даже Отдельно Взятой Капиталистической Стране Кавычки Закрываются Да Почему вы Из этого Сделали вывод Об Исключительной Возможности Социалистической Революции Только в одной Стране Я этот вывод Сделал не из работы Ленина А из того Исторической Практики Которую мы После этой Работы Видели Потому что Когда Ленин Это написал То товарищи На седьмом съезде Все выступали За то что нужно Сейчас срочно Продолжать войну С Германией И идти туда И как говорил Ленин Мы сейчас Должны взять Этого ребенка Одного Который у нас родился Социалистического И бросить его В пожар Мировой революции И никто Кроме Ленина На эту тему Не выступал И даже Товарищ Дзержинский Говорит Я-то Согласен С позицией Бухарина Но Мы в таком положении Что без Ленина Мы не удержимся А Ленин сказал Он тогда уйдет Из ЦК Если мы Не прием Это решение Поэтому я буду Голосовать За то Чтобы подписать Мирный договор За предложение Ленина То есть Такие люди Как в Дзержинске Других случаев Нету Когда Дзержинский Проявлял Какие-то колебания Или выступал С других позиций Но он Позицию Теоретическую Не принял Ленина А практическую Принял То есть Он Проголосовал На съезде Съезд проголосовал Мирный договор Подписали И тот Русский Там его протянул И они еще Много километров Нашей земли Получили Следующий вопрос Товарищ Чижевский Задает Материалистическое Понимание Что значит Как это Материалистическое Что понимают Материалистическое Это значит Что люди Которые Знают Что такое Материализм Значит Они Должны проверить Речь тут идет О материализме Или об идеализме Если Если Мы говорим Бытие То Конечно Это нельзя Понимать Идеалистически Если прямо Говорится Бытие Причем Под бытием Мы понимаем Нечто Предметы Вот в учении О сущности Там что есть Там есть Существование Там есть Явление Закон явления Там есть После Действительность Есть Это в учении О сущности В тоненькой книжечке В учении О сущности То есть Материалистическое Понимание Это означает Мы Должны То что является Материалистическим Так и трактовать А то что является Идеалистическим Так и трактовать А приписывать Гегелю Что он Везде Там идеалистическая У него конструкция Вот это вот Не надо делать Не надо ему Приписывать То чего У него нет Следующий вопрос Объективность Что это Объективность Понятия Или Объективность Природы объективность имеется ввиду объективный мир в объективном мире есть люди которые бывают объективные и субъективные так вот давайте призовем людей быть объективными то есть правильно отражать объективный мир причем это объективный мир включаются не только природу и общество последний вопрос строительство социализма в ссср и странах сэр в восточной европе обеспечила тесное переплетение означенных стран экономическими связями с эпочкой обрабатывающих производств железными дорогами авто магистралями так далее контрреволюция 1989 91 годов откатилась эти страны капитализму но экономическое наследие социализма в той или иной мере сохранилась смысле материально-технической базы не находите ли вы верным предположение о том что пролетарская революция в россии вызовет единовременные восстания трудящихся белоруссии на украине в казахстане в грузии польши в бывшей угославии и других поскольку эти страны экономически зависят мы друг от друга сильной степени не считаете ли вы это действительной возможностью возродить мировую систему социализма тут все очень хорошо написано кроме одного как-то революция запоздала у того кто спрашивает контрреволюция контрреволюция у нас началась тогда когда из программы партий на 20 на 22 съезде был исключен главный пункт марксизма диктатура пролетариата то есть контрреволюция начала развиваться с 1961 года а предпосылкой этому было этот был двадцатый съезд который продолжатели дела ленина товарища сталина по существу осудил а поскольку все таки он такой имел большой авторитет этот текст доклада с которым выступил клеветнического доклада хрущева про который сейчас даже американские профессора пишут что там нет ни слова правды вот этот текст он был спрятан так сказать от коммунистов членов партии и единственное когда можно его бы стало прочитать это было при горбачеве в известиях цк кпсс вот этот доклад был опубликован то есть он был опубликован тогда когда дело уничтожения социализма было сделано и тогда был опубликован вот этот клеветнический доклад вот как обстоит дело что касается что касается того что вот да было переплетено все было переплетено но так бывает как есть когда тройка идет то есть кренитка есть два пристроить две пристежных лошади а у нас было этих лошадей пристежных очень много к советскому союзу и поэтому думать что это вот мы на равных были давайте есть такие данные о том как участвовали наши братские страны социалистические в войне в войне во время борьбы с гитлеровской германией чехословакия делала танки и тело башни танковые и очень много очень много их делала болгария как известно все время на стороне гитлера и когда встал вопрос уже подписание мирного договора вдруг они за перевернулись польша польша всю всю войну пыталась она даже специальное наступление сделала для того чтобы спровоцировать так ведь наше наступление раньше на столицу хотя сказать мы были не готовы к этому совершенно и погубили много людей много как солдат польских вернее сказать польских борцов против фашизма поэтому кого вы там югославия как вы знаете она очень быстро стала отстаивать не социализм а отдельные предприятия по отдельные предприятия собственности это то что сегодня кпрф с этим ходит что дескать вот у нас чуть ли не коммунистические у нас предприятия по 150 200 человек и так далее а это что такое это наркосиндикализм ленин говорил что величайшим искажением основных начал советской власти и полным отказом от социализма является всякое прямое или костяное узаконение собственности рабочих отдельной фабрики а их особенное производство поэтому югославия она там ничего не построила польша отказалась или польский так сказать ну может сам коммунистами они сами себя не считали там слова коммунизма видимо не выговаривали поэтому там то такая партия то такая но коммунистической партии польши там их не формулировалось после войны и вот они не собирались делать коллективизацию раз они не собирались делать коллективизацию тем более в стране не сильно индустриальный значит там никаким социализмом не пахло потому что невозможно сделать без коллективизации социализм и он не построен был в польше в чехловакии был построен чехословакия между прочим единственное было выступление даже тогда когда правая партия вышли из правительства и хотели не изложить правительство в котором было трое коммунистов ну вот это у них не получилось потому что рабочие имели имели шкафчики на производстве в которых было оружие они открыли шкафчики взяли оружие и пошли демонстрацию проводить мирную но с оружием и смысл демонстрации был в том что вы ушли из правительства больше в него вы не войдете то есть чехословакии да там было это что касается теоретических измышлений товарищей из чехословакии из других стран они даже в выступлениях когда они обсуждали со сталином это они норовили что-нибудь другое сказать но не дикатура пролетариата это вы можете просто читая сталина на это обратить внимание все вопросы закончились есть записавшиеся на вступление товарищ шмелев пожалуйста напоминает до пяти минут уважаемые товарищи ну я думаю нужно поблагодарить миха ласильевича за хорошую лекцию меня как раз появились некоторые измышления по поводу темы лекции то есть изучение диалектики как вы знаете диалектику рабочие получают из непосредственно материального производства которым они участвуют то есть это неоднократный ленин говорил что рабочие они за счет своего коллективизма за счет того что они кооперированы на одном предприятии они уже из процесса своего труда так из разделения этого труда получает диалектические знания диалектическое мышление да когда мы говорим об изучении науки логики егеля мы говорим о том чтобы это диалектическое знание получил интеллигент который в материальном производстве не занят он не может получать его непосредственно из жизни он получает из книги я приведу такой пример например человек живет ну как я например я сам родом из солнечных краев он живет в солнечном краю и получает витамин d от солнца то есть ему солнца достаточно и он не нуждается в том чтобы получать его откуда-то дополнительно человек который живет в городе где тучи где пасмурно постоянно он то витамины не дополучает и он вынужден принимать пилюли пилюли с витамином d или поставить уколы так вот смысл в том смысл в том что рабочие они не нуждаются в этих пилюлях они получают диалектику непосредственно из материального производства человек который не имеет этого солнца он этот витамин d диалектику получает из науки логики гегеля поэтому действительно там человеку который не ну не является рабочим а является интеллигентом и является интеллигентом по профессии прежде всего имеет высшее образование там имеет ученую степень он должен изучать науку логики ему это жизненно необходимо чтобы вполне понять тот же капитал маркса а ленин как не помню говорил что невозможно вполне понять капитал маркса и частности его первой главы не проштудировав науку логики гегеля рабочим же это тоже необходимо но это и не их первость не первостепенная задача нельзя сказать что наука логики гегеля должна быть настольной книгой каждого пролетария наравне с капиталом или манифестом коммунистической партии это уже вторично для них это все что я хотел сказать спасибо товарищ чижевский пожалуйста для облегчения изучения диалектики нужно в курс диалектики включить хотя бы один час школьной логики например по книги виноградов логика 1951 год это маленькая книга для старшеклассников причем отметьте что анти сталинцы отменили курс логика и курс психология в конце 50 годов это это привело к углублению ну советского народа и вот то что если мы посвятим в наших занятиях геолектики один час вот этой формальной школьной логики то это значительно облегчит нам ну дальнейшее продвижение спасибо так заключительное слово я хочу поблагодарить товарищей во-первых за внимание во-вторых за понимание того как это важно и нужно вот но вот то что первый выступавший сказал она вызывает конечно критические соображения по той простой причине что я вообще-то будучи интеллигентом и с учетом от второго выступления я не один час по логике формальный посвятил а посвятил и пять лет и с отличием закончил математико-механический факультет и был рекомендован в аспирантуру математико-механического факультета поэтому скажем я никак не могу грозить против того что это очень важно насчет того что было в образовании нет я как раз учился с начала 50-х годов ничего над их школа у нас была средняя политехническая 11 классная не было никакой там у нас формальной логики и не надо пут путать божий дар с яичницей все что дается в математике это все построено на формальной логике там есть равенство в диалектике равенство нет нет ничего равного там есть тождество а тождество всегда тождество различного поэтому сколько бы вы не изучали формальную логику вы наоборот будете удаляться от диалектики а не приближаться к ней это разные логики 1 в этом смысле мертвая потому что вот мы так предположили у нас есть такие аксиом аксиомы не доказывается но и не нарушаются если вы занимаетесь а вот вегель например примечание дает что вот люди когда узнали что оказывается нет ничего одинакового нет ничего одинакового равного они пошли дамы которые слушали эти лекции пошли к кустам срывали листья и смотрели действительно не нашли дух листьев которые были бы совершенно одинаковые не бывает двух одинаковых людей поэтому в понятии одинаковость есть не одинаковость в понятии то где что есть не тождество различие и не бывает различий без тождественного вот мы с вами разные люди это что значит тут есть тождество мы одинаковые мы люди поэтому это различие предполагает тождество поэтому совершенно ничем это не поможет этот час в самом деле те часы которые посвящаются в школе математики в хорошей школе там где это 10 11 лет если у вас нормальная математика этого вполне достаточно для того чтобы усвоить формальную логику потому что вся математика а дальше и физика и химия и все вот эти естественные науки они построены на формальной логике поэтому формальной логике получает не часовую дозу а вполне достаточно искать и сколько бы вы не изучали эту формальную логику если вы скажем мне тоже самое академик на александров на мой вопрос а как изучать вот я тоже так наивно как и вы подошел а что читать вот по конспекту наук и логики гигеля я так немножко более эти его то а бородатый это наш ректор так на меня посмотрел зло злой говорит гигеля надо читать и я пошел читать гигеля поэтому не надо искать все всякие уловки такие как бы себе облегчить тем более вот вы тоже взяли за уловки не надо выдумывать глупости насчет того что человек может изучить науку просто потому что он стоит у станка ему эта наука выгодна больше чем тем кто не стоит у станка она намного выгоднее ему но изучить ее так невозможно науку для того чтобы изучить надо ею заниматься я в этом ленин прямо говорил что марксизм это наука а наука требует того чтобы ее изучали поэтому ваше это не одна книга эта книга которая составляет один момент среди трех моментов на вы научного социализма если человек одного момента не знает он не может быть социалистом и коммунистом потому что это не три часть три куска потом и ангелес тут более резко выступал чем ленин был части лишь у трупа если вы берете отдельные части вот есть политэкономия вот есть научный социализм и вот есть диалектика если вы диалектику не изучали ваш социализм не научный политэкономия вообще невозможно понять нельзя вполне понять капитала маркса писал лень не изучив не простудировал всей логики гегель поэтому никто из марксистов хоть из работе хоть из крестьян хоть из химиков хоть из физиков не понял маркса и полвека спустя а вот вы это вот такое указание ленина игнорируете ваше выступление очень опасное а сам вот такой очень симпатичный и так симпатично говорили что я готов был согласиться но извините как если не позволяет наука спасибо их а василов на этом лекция у нас закончена тема следующего занятия практика и опыт заключения прогрессивных коллективных договоров читает лекцию председатель секции скорой медицинской помощи общероссийского профсоюза медицинского профсоюза действия григорий вячеслав бобинов встречаемся следующий четверг до свидания а а а а